Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Традиция выпускать корпоративные календари с участием сотрудников – это тот самый случай, когда интересен и процесс, и результат. Пример тому – календарь, посвященный 120-летию Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Как чувствуют себя сотрудники-публички в качестве модели – смотрите прямо сейчас. Два съемочных дня, часы работы над образами, креативная группа из 9 человек и 12 моделей. Так проходила работа над созданием корпоративного календаря, посвященного 120-летию Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Наш проект носит очень интересное название – «Нам 120, а мы молодеи». У нас коллектив очень большой – 187 человек работают сегодня в библиотеке. И радует тот факт, что к нам в библиотеку постоянно приходят молодые сотрудники. Да, их на сегодня не очень много – 22 человека, но они удивительные, они интересные, они активные. Они сегодня задают тон, они создают настроение, они проводят интересные проекты. И нам хотелось, чтобы именно их увидели наши читатели, наши друзья на обложках календаря, потому что, на мой взгляд, сегодня они – есть современное лицо библиотеки. Для того, чтобы результат впечатлил не только зрителей, но и самих моделей, библиотекарей, хранителей фондов, последним пришлось выйти из привычного корпоративного стиля, одежды и поведения. Да, я бы сказала, есть некий вызов. Но этот вызов надо делать, прежде всего, себе, потому что самое главное, что должен понять каждый из участников проекта, то, что они могут быть совершенно иными, интересными, современными, активными людьми без комплексов. Вообще на наших участников, особенно на девушек, конечно, проект повлиял. Буквально уже на следующие дни я стала замечать, что кто-то сменил стрижку, кто-то нарастил ресницы, кто-то стал краситься, может быть, немножечко поярче. Ну, это здорово. Значит, проект не просто так прошел, и девушки почувствовали себя красавицами, действительно, как с обложек глянцевых журналов. Наш проект партнерский. Мы очень благодарны нашим друзьям, 31 каналу, проекту Beauty Time, Александре Слеско, за то, что она подхватила нашу идею и помогла реализовать. И сделала она это совместно с парикмахерами, сотрудниками модных салонов, стилистами, имиджмейкерами. И в результате у нас появились красивые, удивительные образы. На мой взгляд, они абсолютно адекватные, не капризные. Мне вот очень понравилось, что все-таки чувствуется такая интеллигентность в них, что они, в общем-то, готовые даже поступиться какими-то своими, может быть, желаниями, но прислушиваются к советам специалистов. И их интеллект сочетается с их прекрасной внешностью. Это очень здорово. Я думаю, что получится просто как с глянцевых обложек журнала. Мне очень понравилось. Я довольна этим съемками. Вообще люблю творческие процессы, творить, особенно с такой профессиональной командой, как Beauty Time. Для них, конечно, было удивительно преображение. Все были кардинально изменены. По крайней мере, в жизни они такими не представляются. Мы являемся свидетелями исторического события 120 лет с момента основания Челябинской областной научной универсальной библиотеки. Очень хотелось принять участие и познакомиться с людьми, которые работают в этой библиотеке. Нашим героям мы подобрали образы с учетом современных тенденций, но чтобы эти тенденции не шли в разрез с внутренним миром наших героев. Например, один из участников нашего проекта, Арсений, работает в отделе редких книг. И мы ему создали образ современного интеллектуала. Сейчас в мире присутствует устойчивый тренд на интеллектуальность в одежде, в развлечениях, вообще во внешнем виде. Те бренды, которые мы представляем, их любят люди совершенно разных профессий. Можно одеть и бизнесмена, можно одеться на деловой вечер какой-то, обед. Также, как показала практика сегодняшняя, мы можем одеть просто библиотекаря. Большое количество молодежи, в том числе и модные журналы, к нам приходят и говорят, а можно мы устроим у вас фотосессию? Но я думаю, что фотосессия, наверное, не стоит только этим ограничиваться, а вообще нужно читать книги, нужно быть красивыми и внутри, и снаружи. И мы желаем всем нашим читателям и всем нашим сотрудникам быть именно такими. Увидеть результаты этого фотопроекта в виде календаря и познакомиться с его героями смогут читатели и посетители выставок в публичной библиотеке в будущем году. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Эффектные модели, авторские угощения и веселая компания. Так проходит новогодняя вечеринка в бутике «Елена Миро». Задача сегодняшнего вечера и вообще рассказа моего о вечерних комплектах была посвящена тому, чтобы донести информацию о возможностях носить на торжественные мероприятия не только платья, но и торжественные комплекты. Сейчас весь мир двигается к рациональному гардеробу, к индивидуальности. Также мне хотелось показать, что женщина в любом возрасте, с любой комплекцией может выглядеть потрясающе, если правильно использовать приемы коррекции. Сегодня мы пришли посмотреть дефиле последней коллекции «Елена Миро». И заодно у нас будут сегодня разыгрываться сертификаты подарочные к Новому году. Ну, сегодня у нас такое приятное мероприятие посвящается Новому году. Европа уже Рождество празднует, мы приближаемся к ним все ближе и ближе. Ну, я с этой маркой «Еленой Миро» дружу очень давно. И когда открылась эта же марка в нашем городе, я испытала эстетическое удовольствие. Да, мне пригласили примерить образы. Очень комфортно. Эти кожаные брюки, жакет, снег. Я чувствую себя замечательно. Шик. Вот, наконец, я так рада, что, наконец, есть возможность женщинам моей комплекции купить очень красивую итальянскую одежду. Потому что с итальянской одеждой всегда очень сложно. Как правило, это до 46-го, да? А здесь я, когда прихожу и понимаю, какое раздулье, что здесь, наконец, можно купить. Вообще фантастика. Вещи, конечно, потрясающие. А когда вещь висит на вешалке, она, безусловно, не несет такую энергетику, как та вещь, которая уже на человеке. И нужно найти именно те вещи, которые тебе подходят, по твоему цветотипу, по типу фигуры. И в этом как раз мы можем помочь. Ну, я думаю, что любой женщине в любом ее проявлении хочется выглядеть красиво. Тем более сейчас достаточно сложно, наверное, найти такую качественную, красивую, прежде всего, одежду. Мне нравятся такие марки, которые не имеют текущего времени. То есть их модели, они просто, это просто стиль. И он моден всегда. То есть то, что я приобретаю сейчас, я могла бы точно такую же вещь приобрести пять лет назад или через пять лет. И она всегда актуальна, потому что это очень хорошего качества ткань, очень хорошего качества крой. Завершением этого вечера стал розыгрыш сертификатов для постоянных покупателей. Такие встречи доказывают, что каждая женщина может быть красива, ведь итальянский стиль, представленный в идеальном качестве, это тренд на все времена. День одной цены в Тессуре. Приятные цены на часть коллекции тканей. Салон тканей Тессура на Тимире Азила 26. Новогодняя распродажа. Скидки до 50%. Бутик Елена Миро. Проспект Ленина, 65. Студия красоты Гуфа поздравляет всех с Новым годом. Январь. Время позаботиться о себе. В студии Гуфа специальные цены на профессиональные программы ухода за волосами от марки Редкин. Студия Гуфа. Работаем для вас. Достойно и доступно. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее о выпуске несколько актуальных идей для обновления сезонного гардероба. Свитеры, пыловеры и джемперы определенно сменили свое стилевое назначение. И нынешней зимой с их помощью не только утепляются, но и создают стильные образы. Главный принцип по выбору теплого верха – эффект контрастности. Например, где использован декор, который привычен на более тонких полотнах шелка или хлопка. А именно пайетки, бисер или бусы. Следующая отличная идея – непривычные принты. Снежинки, орнаменты сменяют флористическая или анималистическая тема. Эффектной идеей также станет использование трикотажа или шерстяного полотна в моделях свитшотов, бомберов или курток. Джинсы, брюки, как привычные компаньоны свитеру, стоит попробовать сменить на юбку шелковую летящую, прямую карандаш или вовсе спортивное трико. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Барбара Ронки де Ларокко – журналист, автор девяти книг о хороших манерах, организатор церемоний торжеств на самом высоком уровне, сотрудник резиденции президента в Италии. В рамках недели итальянской кухни в Челябинске Барбара дала урок по классическому столовому этикету и сервировке. Классическими во всем мире принято назвать именно итальянские традиции, а не французские, как считают многие. Французы всегда говорят, что изобрели все, даже горячую воду, но это неправда. В действительности же французы много веренели у итальянцев. Кстати, возможно, вы не знаете такого факта, но для развития и появления правил хорошего тона один русский сыграл большую роль. Если сегодня мы едим первое блюдо, потом второе, затем десерт, эта последовательность появилась благодаря князю Курагину. До 1810 года мы все ели одновременно. На стол выносили все, от закуски до сладкого. А потом тот граф решил, что нужно менять систему и придумал последовательность блюд. Поэтому все большие рестораны мира, рестораторы и шеф-повара обязаны этим правилам русскому. Только русские об этом не знают. Для тех, кто пришел в этот вечер расширить свой кругозор, сделал это сполна. Известен ли вам факт, что в Италии на званом ужине или обеде хлеб кладется прямо на скатерть, что демонстрирует ее чистоту, а следовательно расположенность хозяев гостю. Или, например, флюте, тонкий бокал на длинной ножке, не ставится на стол. Его выбирают для кратковременного тоста или аперитива. Если же шампанское будет основным напитком застолья, то подается бокал под белое вино. Знание всех этих правил можно всегда компенсировать, например, наблюдательностью. Смотреть вокруг себя, улыбаться, немножечко отхлебнуть водички и посмотреть, кто что делает с приборами. Обязательно найдется тот, кто все знает. Но хуже выглядит ненатурально, неестественно, нежели сделать какую-то ошибку. Можно все свести к одной фразе. Не старайтесь переусердствовать, когда мы не уверены в себе. У нас есть тенденция делать слишком много. В наши дни классический этикет считается чем-то архаичным. Но все же о некоторых вещах Барбаре рекомендуют не забывать. Действительно много правил изменилось, но те правила, которые касаются уважения другого человека, вот эти не должны меняться. И они не меняются. Я могу не знать, как поступить с третьей вилкой, но я никогда не должна обижать другого человека. Например, собираясь в гости, мы должны подумать о том, во что будем одеты. Если мы это сделаем плохо, можем обидеть хозяев. Одно дело о чем-то прочесть в интернете или журнале. Совсем другое, когда это живое общение с носителем уникальных знаний. В данном случае это была возможность прикоснуться к этикету в наимысшем варианте. Количество утренников у детей не уступает числу корпоративов и новогодних вечеринок у взрослых. Отпраздновать нужно и в садике, и в школе, и в творческом и спортивном коллективе. На Новом году в школе классического танца и студии живописи «Градиент» побывала наша съемочная группа. Декабрь месяц в жизни большинства детей не ограничивается только лишь одним новогодним утренником. Творческие школы, спортивные секции и подготовительные курсы. Подвести итоги в праздничной атмосфере важно и нужно везде. Программа «Бьюти Тайм» оказалась в числе приглашенных на творческий вечер школы классического танца и студии живописи «Градиент». Если я не ошибаюсь, это наш второй Новый год. И в этом году наш Новый год проходит под лозунгом «В стране искусства». И мы решили пригласить всех к себе домой и показать, как проходят наши внутренние мероприятия. Дети современные у нас, они на все находят время, они молодцы, успевают все и отдают себя работе полностью и на рисовании, и на хореографии. Это на самом деле очень здорово, это их развивает и закаляет очень сильно. Очень приятно, что новогодние мероприятия стали для нас традиционными. Каждые полгода мы устраиваем какое-то мероприятие для того, чтобы наши дети имели возможность показать себя, показать то, как они рисуют, то, как они танцуют, выступить. Чтобы могла реализоваться одна из основных наших целей – умение ребенка выражать себя, представлять себя и чувствовать себя уверенно перед публикой. Моя самая любимая картина – «Ван Гог. Звездная ночь». Моя самая любимая картина называется «Церевна лебедь». Я мечтал всегда наезжавать Мону Лизжу. Леваванда да Линчи. У детского Нового года, где бы он ни проходил, есть обязательные составляющие. Это хоровод и традиционные стихи под елкой. Мама дома, мама нет. Мама вышла в интернет. Кофе пьет, глазами водит. Что-то в мире происходит. Мама, я тебе скажу, в мире я происхожу. На этом празднике ребята попробовали себя в жанре перформанса. На глазах у родителей создали настоящую новогоднюю сказку. Новый год – это время исполнения желаний, а также новых целей и задач и планов на будущее. У взрослых и детей по части творчества они совпадают. Мы планируем продолжать участвовать в выставках, продолжать участвовать в жизни города. И с удовольствием ждем новых ребяток и покажем сегодня, как мы вообще умеем всем. На следующий полугодие мы ставим самые максимально высокие задачи. Мы хотим только международные конкурсы и только победы. Остается пожелать еще больше сил, энергии, терпения. Ну и хорошо, и с пользой, провести каникулы. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Sony Кривой 30. Пусть в новом году будет больше возможностей проводить время с близкими. Пусть будут поводы надевать праздничную одежду. Пусть каждый день возникает желание выглядеть стильно. А за вдохновением добро пожаловать к нам. Искренне ваш модный дом. Я. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Искренне ваш модный дом. Искренне ваш модный дом. Искренне ваш мужчина. Искренне ваш кадр. Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше новостей о красивой жизни на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Стилисты проекта. Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой.